Немножко, несколько слов об учебнике взять и прочитать. Вот этот учебник, учебник по русскому чтению. Подробнее о нем будет сказано в небольшом ролике, который я запишу, кроме того. В основном я хочу сказать сейчас только то, что он был сделан под, так сказать, социальный заказ. У меня появились ученики, вот те самые малыши, которых вы могли видеть в первом выпуске. А учебника не было. А я почему-то не умею работать по чужим учебникам. Пришлось написать свой. Вот я его и написал. Полагаю, что самое главное в обучении языку, ну, один из главных моментов – это обучение чтению. Без чтения ведь никуда не двинешься. И я придумал, написал учебник для себя и для них. Вот они его полюбили. Учебник взять и прочитать. Немножко подробнее о нем расскажу в специальном ролике, который мы присоединим к этому. Спасибо. Ну, вот, собственно, тот учебник, о котором все время говорили большевики. Учебник по русскому чтению. Взять и прочитать. Художник был оградинский. Несколько новых принципов здесь мною заложено. Собственно, новое, все новое, хорошо забытое, старое. Ну, вот вы видите, например, прямо на его обложке показано такое вот соединение. Видите, стрелочка. Вот стрелочка показывает о том, что читать эти буквы надо вместе. Это один из принципов, которые я показываю многократно в учебнике, особенно в его начальной части. Ну, вот разворот. Вот я ввожу гласные буквы, и сразу появляются рекомендации, которыми снабжен весь учебник. Потому что я человек ленивый, и я подозреваю, что среди родителей моих учеников также найдутся люди достаточно ленивые. Вот я даю рекомендации. Пойте ребенку гласные на разные голоса, и пусть повторяет за вами. Сделайте из этого забавную игру. Попросите его показать, как открывается рот, когда произносят А. Сам пусть покажет. Как вытягиваются губы, когда мы произносим О. Как мы произносим И и И. Согласитесь, можно поиграть в букву И. Где нарисованы эти буквы? Эти буквы обозначают гласные звуки, которые можно петь. Скажем вместе Ай, Стас, Бука, Ангел. Какие еще слова можно вспомнить, чтобы назвать рисунки на этих двух страницах? Художница мне здесь помогает. Рисунки работают на эту книжку. Дальше. Вот принцип, о котором я говорил. Он не главный в учебнике, но он существенный. Потому что соединить буквы в слог – это уже некая достаточно сложная процедура. Психическая работа. Буквы выучить ребенку, как правило, не составляет большого труда. Есть дети, которые знают все буквы, а читать не в состоянии. Я обучаю на принципе слогового чтения, слогами, не выделяя специально буквы, хотя изучая их. Вот я говорю, в отличие от некоторых других слоговиков, которые я условно назвал, которые вообще предлагают мне изучать буквы, а вот только слов, как картинка. Но, по-моему, это усложняет. Я все-таки говорю о букве. Называю ее для начала звуком. М. Не М, а М. Ну и дальше учу ребенка соединять. Связываю действия руки. Вот эту вот стрелочку. Он ее обводит карандашом. И глаз, рука и глаз вместе, плюс ухо, которое произносит. Я ему поначалу сам помогаю. Я ему читаю эти слоги. Мама, мама, и так далее. Потом перевертываю. Начинаю наоборот. Вначале ставлю гласные. Это важно, потому что это создает представление о том, что все-таки от букв зависит слог. Это важный принцип. Дальше уже на следующей странице я ввожу другой принцип. И тоже очень важный методический, я бы даже сказал методологический, понятие о сильных и слабогласных, об ударных и безударных. Первый раз я его просто показываю. Что слово сима, кстати, тут тоже есть стрелочки, видите, есть стрелочки. Слово сима имеет две гласных и и а. Причем одна из них сильная. Вот она и сима. Более длинная. Сильная я называю ее. А другая слабая а. Вот под ней кружочек. То же самое. Сима сама. А дальше приписано мелким. Моет посуду. Это уж учитель дочитывает. У ребенка такое впечатление, что он прочитал предложение. Он в самом деле. Он прочитал два слова, а там дальше хвостик учитель подсказал. Ну, кому это нужно напоминать. И он увидел здесь впервые, что есть гласные ударные и безударные. Сильные и слабые. И тут буквально на этой же странице это повторяется. А внизу задача уже самостоятельного. Самостоятельная разметка. Сильный, гласный и слабый. Слоус. Слоус. Вот здесь он закрасит удар, знак ударения. А внизу обозначит слабую гласную. Вот эти навыки дети очень быстро усваивают. Мой опыт работы с этой книжкой показал, что это усваивается очень быстро. А между тем это базисные фонетические понятия. Их им нельзя пренебрегать. Ну, дальше этот метод употребляется более упорно и интенсивно. Вот видите, пошли предложения, где ребенок тоже размечает. Появляется понятие единственного и множественного числа. Мотор. Моторы. При этом выполняются все прежние упражнения. Дело в том, что вот это упражнение, разметку матриц, сильный и слабый, гласный, примагничивает, притягивает внимание ребенка к чтению, к тексту. И труднее всего, вот опыт мой показывает, что очень трудно удержать внимание ребенка на этой непривычной, психически очень непривычной и очень трудной с непривычкой работе, чтении. Как привлечь его внимание, как удержать его на слове, на предложении. Вот для этой цели попутно, но это очень важная цель, попутно и служат вот эти вот значки, на прицелударных и безударных гласных. Ну, это в принципе выдерживается и дальше. Вы видите, он выдерживается и дальше. Вот такая же разметка, но ведутся везде беседы. Беседы о языке существенные. Наверное, ты заметил, вот это вот для родителей, наверное, ты заметил, что гласная и указывает на мягкую согласную перед собой. А гласный А, О, У, И указывает на твердую согласную. Назови мягкие согласные звуки в словах, которые ты прочитал на такой-то странице. Вот начинается уже глубокая работа с фонетиками. Это уже не шутки. И дальше. Вот тут уже и такое вот речение. У Костика маска, у котика краски, а у Коли кролик. О, кит, кита укусил москит. Возникают новые слова. Кит, москит, кролик, маска. Их надо найти, их надо показать. И ребенок понимает, что москит это вообще-то, говоря, такой комар. Стихи возникают. И все те же принципы. А вот здесь я ввожу так называемый диктант. И пишу. Вы читаете ребенку текст. Он повторяет слова, обозначая ударный и безударный гласный. Затем ребенок читает текст самостоятельно. В дальнейшем ремарка диктанта обозначает именно такую работу. Прежде чем раскрасить малину, скажи, какие цвета и для чего тебе понадобятся. Ну, такое вот общее развитие, связанное вотно с грамматической работой. И главное, везде включена рука, везде работает ручка. Вот этот диктант тоже хитрость, тоже методическая уловка, потому что ребенку легче так читать, а не надо ему затруднять обучение. По возможности надо его делать приятным и интересным. Ну, вот и дальше все тоже. Плюс интересные лечения, типа «Зинка, тормози!» Надо будет у ребенка эмоции и чувства. И все те же, все те же. Совсем не нудные, а напротив увлекательные упражнения по размеру ударных и безударных гласных. Первые понятия о столице Митрополия, о Москве. Там оказывается река Москва, и Кремль там есть, и вон возле реки. Ну вот, а вот мой, один из первых моих стихотворных шедевров. «Майский лес, в лесу соловей, с тобой соловей, светлее и веселее». Обрабатывается буква «И» краткая, которую мы здесь называем для удобства дела буквой «Ю». До алфавита и названия буквы дело дойдет в Польшу. Так продолжается, текста становится больше, обширнее, возникают новые понятия, картинки становятся сложнее. Возникает даже, даже возникает скороговорочка. Вот это не мое, как известно, эта скороговорка не моя. Однако здесь я ввожу правила чтения скороговорок. Об этом как-нибудь отдельно. Оно очень помогает ребенку. Ну вот, стихи на нравственные темы. Папа научил меня, завожу часы. Старинные, пружинные. Не просто для красоты. Вот как получается. Время тут, как тут. Маятник качается. И часы идут. Приемственность, связь, поколение. Ну и другие известные или хорошие стихи. Как мне кажется. Мне они нравятся. Мои дети тоже с удовольствием их повторяют. Ну вот и все. А завершается книжка дипломом читателя. Награждается такой-то, который, или которая теперь умеет читать по-русски. Автор книги и родные подписываются. Здесь фотография грамотерия. Все. Чтобы узнать об учебнике больше, наберите просто в поисковой системе, системе Google, издательство «Достояние». Там все и узнаете. Издательство «Достояние» Иерусалим. Спасибо. Продолжение следует.